Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и буквально пару минут назад стартанул третий раунд зимнего аукциона. И там действительно есть чем поживиться. Есть Химера, есть Джисор. И давайте все это будем дело обсуждать, сводить концы с концами в отношении цены на каждую из машин. Ну и кратенько заценим их броню. Что касается того, что выставили на продажу. Машины действительно годные, но если не считать Супер Хеллкета, который чисто на любителя, ради интереса, ради фана, это Семерка. И О-47, который исключительно для коллекционеров и особо какой-то результативной машиной не является. Поэтому эту Восьмерку выставили на продажу сразу за 5,5 тысяч, полторы тысячи танков, которые скорее всего не будут особо пользоваться популярностью. Также выставили на продажу, ребят, две Восьмерки. Это ПТ-Хам Джисор с барабанной поворачивающейся рубкой. И выставили на продажу Химеру, которая, как я вам говорю, является мастхевом в ангаре каждого уважающего себя танкиста, любителя средних танков. Что касается Девяток, то представлены Девятки только одной машиной К-91 и две Десятки. Это Объект 907, средний танк и Супер Конь. Я думаю, что особо долго представлять его смысла никакого нет. Давайте пробежимся по ценникам. Супер Хеллкет 5 тысяч. Получается, все тачки у нас, напоминаю, в голом состоянии. И что касается цены, за сколько его продавали, то именно за 5 тысяч Супер Хеллкет в голом состоянии и выходил на продажу. О-47. Восьмерка, которая будет навряд ли затребована чисто для коллекционеров, 5,5 тысяч и здесь тоже 5,5 тысяч. Но только обратите внимание, здесь 5,5 тысяч машина стоила в составе набора, причем довольно-таки годного. 30 дней према, полляма серебром, ну и, соответственно, плюс к тому внешний вид и X5 в количестве 25 штук, плюс открытое все оборудование. Короче говоря, гораздо жирнее предложение, нежели стартовая цена. Но потом цена, видите, уменьшится на 750 голды и, в принципе, станет, вау, аж дешевле. Но все равно не стоит прям бежать и покупать данную машину, потому что особо результативной она не является. Что касается представителей восьмого уровня, то по восьмому уровню, если мы говорим с вами о Химере, стартовая цена машины всегда была 10 тысяч в голом состоянии. Сейчас Химера вышла на продажу уже дешевле на 500 голды и еще на 500 голды ставит дешевле тогда, когда цена обновится через 24 часа. Я считаю, что, в принципе, Химеру с удовольствием можно брать где-то тысяч за 8,5, ну а если до 8 тысяч достоит, так прям вообще красота будет. Хотя почему-то мне кажется, что огромное количество игроков до сих пор хотят Химеру себе заиметь и, возможно, будут брать даже по 9 тысяч. Но я бы все-таки не рекомендовал. Дело в том, что Химера, если мы говорим с вами о ценнике в 10 тысяч, она не стоит этих денег. Объективная нормальная цена на данную машину на сегодняшний день, хоть она и хороша, и хорошо забронирована, и имеет уронное орудие, составляет 8 тысяч. Это нормальная, объективная, приятная цена для данной тачки. Что касается Джессора, выставили на продажу за 8,5 тысяч. И что касается цены, за которую его продавали ранее, то это 10 тысяч в голом состоянии. Поэтому, в принципе, Джессор сейчас уже вышел на полторушку дешевле, нежели его продавали. Но, с другой стороны, объективная цена на данную тачку колеблется в районе 8 тысяч. Ну и, соответственно, 7,750 это первая нормальная цена на данном аукционе, по которой, в принципе, можно брать, но все-таки немножко скрипя зубами. Да, он картонен, да, у него есть ряд недостатков, но у него есть поворачивающаяся рубка, у него есть барабан и у него, ребят, есть хэш-фугасы. С великолепным уровнем пробития и повышенным уровнем наносимого урона. Что касается девяток, К-91. Продавали в голом состоянии данную машину давно, ценник у меня не сохранился. А вот в составе набора, ребят, причем жирного набора, машина стоила 10 тысяч. Великолепный, легендарный внешний вид к тачке прилагался, плюс X5 в количестве 15 штук и открытое все оборудование, что в переводе на серебро составляет где-то в районе 3 миллионов. А это, согласитесь, существенная экономия. Здесь же, ребят, предлагают вам приобрести машину в голом состоянии за 10 тысяч, поэтому не рекомендую сейчас покупать. И рекомендовал подождать цены хотя бы, ну не знаю, тысяч 8. Ну, может, зажираюсь, но мне почему-то кажется, что до 8 тысяч шансы достоять у машины есть. Хотя, в принципе, и за 9 получается тоже плюс-минус выгодно. Здесь уже определяйтесь самостоятельно. Танк интересный, барабанный, но вы сможете играть на этом барабане, даже если не супер подкованный танкист. Ну и переходим к десяткам. Объект 907 продавали в свое время в составе набора за целых ошеломляющих 22 500. Здесь были 5 мистических контейнеров, легендарный внешний вид, никому не нужный аватар, x5 в количестве 30 штук и открытое все оборудование, что более 3 миллионов серебра весит на 10 уровне. При этом всем я считаю, что объективно данная машина стоит 1018, это в лучшем случае. На продажу его выставили за 17 с половиной, что, в принципе, тоже приемлемый нормальный ценник. Но в целом, ребят, далеко не идеальная машина и далеко не всем подойдет. Поэтому я бы рекомендовал подождать снижение цены хотя бы 2 раза, а потом уже, в принципе, можно и покупать, если он вам действительно сильно нужен. Ну и что касается лидера здесь, среди танков, я думаю, это все-таки будет Супер Конкуайр, если говорить о танках высшего уровня. Ну и, соответственно, Супер Коня в свое время продавали в составе набора за 20 тысяч. Довольно-таки неплохой наборчик был, но и, помню, ценник в 17 с половиной на данную машину. И вот за эти же 17 с половиной машина вышла на продажу, опять-таки, тоже в голом состоянии, но уже на аукционе. Если достоит и возьмете за 15 с половиной, будет вам счастье. Но в целом, ребят, даже за 16500 эту машину можно брать. И я больше чем уверен, что вы об этом не пожалеете. Потому что танк действительно годный, танк действительно интересный. Что касается живучести машин, а я их оцениваю, в первую очередь, по бронированию и по скорости перезарядки, то в отношении Супер Хеллкета брони абсолютно нет. Есть поворачивающаяся рубка, причем поворачивается она довольно-таки круто. И при этом все имеет довольно-таки точное и скорострельное орудие. Да, пускай не альфовое, но пощекотать нервы своим соперникам у вас получится однозначно. Что касается О-47. Плюс-минус неплохо забронированный средний танк, но разбирается по бортам. Спереди многие ведутся на вот эти уши, в которые невозможно нанести урона. Но и в принципе забрасывая вот сюда вот в корпус, вообще никаких проблем с О-47 разобраться нет. Его апали несколько месяцев назад. Да, это немножко пошло ему на пользу, потому что орудие стало более играбельным. Но все равно имбовать он не стал. Это чисто в коллекцию. И знаете так, ради интереса раз в месяцок выкатить из ангара, чтобы покрасоваться в бою своим внешним видом. Что касается Химеры, особого представления, думаю, она не требует. Броня вроде бы отсутствует, но очень часто рандомные рикошеты. Спереди круто забронирована башня во лбу. Ну, в общем, тачку, я думаю, вы все знаете и знаете, чем она славится. Славится не очень хорошей подвижностью, но крайне крутым орудием, которое действительно круто накидывает в среднем по 440 единиц урона. На своем восьмом уровне это крутой показатель. Что касается нашего Джессора 10.08, то здесь, ребят, брони нет абсолютно никакой. Но это ПТХ, который обладает крутым, классным, точным орудием, которым приятно отыгрывать на дальних расстояниях. Есть поворачивающаяся рубка, что способствует в бою. Есть крутой угол склонения орудия вниз. И великолепный хэш-фугасы с шикарным уроном. Именно за эти хэш-фугасы Джессора многие себе танкисты и хотят. И действительно отыгрывается очень приятно и очень классно. Что касается К-91. Машина очень живучая, если не подставлять переднюю часть корпуса, а отыгрывать от башни. Здесь есть неплохой угол склонения орудия вниз. Барабан на три снаряда. Вроде бы долговатое время перезарядки снарядов внутри самого магазина. Но это только на первые несколько боев. Если возьмете себе данную машину, то будете довольны, если спокойно играете на девятых уровнях. И вам не принципиально играть именно на восьмерках, чтобы фармить. Или на десятках, чтобы быть в топе списка. Что касается объекта 907. Машина на любителя. Где-то в чем-то похожа на... СТ... Господи, на... Вылетела из головы. Е-мое. Ладно, хорошо. Тогда пойдем другим путем. Сейчас, одну секунду, ребят. Вот так. Вот реально. Т-22СР. Вот, вспомню. Чем-то похож на Т-22СР. Но все-таки они отличаются. Отличаются они по расположению бронирования. И отличаются они в отношении подвижности. Но, в целом, 907-й довольно играбельная машина. Я лично доволен. Хотя, эта машина не является, ребят, особо живучей в бою. Здесь очень легко пробивается корпус. Башня сплюснутая. Хороший, невысокий силуэт. Короче говоря, танк зайдет тем ребятам, которые умеют играть хорошо на СТ-шках. Ну и, соответственно, смогут пережить время в бою, не нахватавшись лещей по лицу. Что касается Супер Конкуайра. Обалденный танк. Шикарно сбалансированный. На его бронирование великолепной подвижностью обладает. С учетом его скудной подвижности, если сравнивать с некоторыми другими десятками, допустим, с той же самой пираней, то у него есть еще возможность неплохо танковать от башни. Плюс к тому, довольно классно сбалансировано орудие в отношении урона и времени перезарядки. Да и в целом, в отношении времени сведения и разброса, танк тоже довольно-таки неплохой и до сих пор показывает себя довольно-таки крутой тачкой на своем 10 уровне. Я, допустим, играю очень часто, хотя не являюсь Супер Танкистом. Как вы видите, пока машины не сильно разгребают. Коллекционеры взяли себе за время, пока я снимаю видео, несколько О-47. Кто-то купил пару штук Супер Хеллкета. Но в целом на этом плюс-минус все немножко замораживается. Я больше чем уверен, что практически все эти машины достоят вполне спокойно до снижения цены следующего, который произойдет через 23 часа 40 минут. Ну, в общем, ребят, не торопитесь раскупать. Что касается четвертой волны. Как вы сами понимаете, по логике предполагается еще выход двух десяток, одной девятки, нескольких восьмерок и какую-нибудь семерку еще выкинуть. Кто это будет, неизвестно, но это, ребят, только на следующем раунде, простите. А на волне каждый день, параллельно со снижением цены, будут появляться еще и новые танки. Поэтому не торопитесь покупать то, что вам пока покупать не хочется. Ну и сразу, сразу отложите себе голду на ту машину, о которой вы мечтаете. И даже если она не появится на аукционе, лучше оставьте эту голду и купите себе эту машину тогда, когда она появится на продаже просто в магазине. Вот такие вот новости в отношении аукциона. Вот такое мое честное мнение по поводу танков. Ну а вы пишите свое обязательно в комментариях. Я побежал снимать следующее видео специально для вас. Ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok